Сомнительный источник заработка обвиняемому предложили в одном из мессенджеров. Молодой человек согласился выполнять поручения мошенников. Вы понимали, что вы совершаете противоправные действия? Да, понимал. Зачем вы это делали? Потому что деньги нужны были? Да, мне нужны были деньги. За курьерские услуги обвиняемый брал 15 тысяч рублей. Правда, заработать много не успел. Погорел на третьем эпизоде. Потерпевший, 80-летний дедушка, в последний момент заподозрил неладное. По прибытию на адрес злоумышленник поднялся в квартиру жителей города Маркса, который сказал ему выйти на улицу, где он потом передаст ему денежные средства в пакете. Злоумышленник при этом согласился, вышел на улицу и ждал потерпевшего. Потерпевший, в свою очередь, спускаясь вниз на улицу, зашел к соседке своей, который сообщил в полицию о том, что в отношении него совершаются неправомерные действия. Сам потерпевший, едва оправившись от пережитых эмоций, говорит о том, что прекрасно знал, как могут действовать мошенники. Но после звонка от неизвестного и сообщения о том, что его дочь пострадала в ДТП, думаю лишь о том, как ей помочь. Звонит мне, ваша дочь попала в аварию, у нее разбита голова, разбиты губы, раздавлена грудь, и она попала в аварию, переходила в положенном месте, переходила дорогу. Когда злоумышленник в трубке попросил собрать дочери вещи для больницы и спрятать в них 200 тысяч рублей, пенсионер уже не задавал лишних вопросов, а покорно выполнял инструкции мошенника, дожидаясь визита курьера. Ну, сам держу пакет этот, не отпускаю из рук, ему еще не отдаю. А потом что-то у меня вот сюда стукнуло, говорю, надо соседке сказать, пусть она милицию по-быстренькому это вызовет. Я зашел к ней в дом, закрыл дверь, чтобы он не слышал. Я ей сказал, говорю, Валя, позвони, пожалуйста, в милицию, говорю, мне кажется, это аферисты. И она тут же позвонила, и вот там, пока она позвонила, я специально медлю. Думаю, может быть, подъеду. Вышел к подъезду, отдал ему пакет и говорю, где твоя машина, ты на чем приехал? Он пошел не сюда, на улицу, а пошел сюда, вот в дом. Я говорю, ты куда пошел? Он говорит, я на такси приехал. В итоге такси курьер так и не дождался. Во дворе дома он был задержан оперативниками. В отделе полиции злоумышленник рассказал еще о двух своих визитах. Какие суммы денег, вот по первым случаям, вам передали? В Энгельсе 150 тысяч рублей, а в Бавловке 100. В настоящее время курьеру предъявлено обвинение в совершении серии мошенничеств. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.